А теперь о том, без чего точно не обойтись, когда мучает жажда. Воды на всех может не хватить. Производители бутылированных напитков заявили о возможных перебоях с поставками товара в мелкую розницу. Это связано с изменениями в законе. С 1 ноября бутылки с водой нужно будет обязательно маркировать. Однако производители воды уже заявили, что многие предприниматели не готовы к реформе. Неужели настанет дефицит воды? В теме разбиралась Ульяна Ездакова. Ульяна, что теперь, и воды не попить? Ну, совсем без воды мы, конечно, не останемся, успокоимся. Но проблема есть, во всяком случае, так считают в Союзе напитков России. По мнению президента Ассоциации Максима Новикова, введение с 1 ноября обязательных QR-кодов на воду грозит убытками отрасли в размере, только вдумайтесь, 49 миллиардов рублей и дефицитом товаров. Система «Честный знак» не новая. Обязанность наносить QR-коды для производителей минеральной воды ввели с 1 декабря прошлого года. Для всех остальных изготовителей – с 1 марта этого года. И с 1 ноября совсем скоро стартует очередной этап. Теперь производители и продавцы бутилированной воды должны будут обмениваться документами внутри программы. Однако мелкая несетевая розница – киоски, ларьки и кафе – оказались не готовы к этому. И, собственно, основная проблематика заключается в трех факторах. Первое – неготовность отдельных партнеров-контрагентов. Второе – сложности в стыковке систем по управлению потоками воды и лекарственных препаратов в аптеках, потому что это разные программные продукты. И аптеки, которые торговали лечебной минералкой, они могут испытывать определенные проблемы. И третий вопрос – это возможность быстро настраивать эту систему. А что вообще нужно, чтобы работать в этой системе? Честный знак. Нужно на самом деле не так много, но обязательно нужно купить лицензионную программу и сканеры QR-кодов. И это точно не дешевое удовольствие. Ты, Лена, права. Это действительно не очень дешево. Около 20 тысяч рублей на сканеры и саму программу, плюс 6 тысяч рублей на ежегодное ее обслуживание. Об этом не рассказала управляющая одного из кировских кафе Виолетта Лукина. Девушка не в восторге от нововведения. Виолетта узнала об изменениях от одного кировского производителя напитков. Из-за затрат и технических проблем, возникающих с программы, управляющая решила отказаться от продажи воды. Во всяком случае, до будущего лета. Много наслышано вообще о честном знаке и о несовершенстве вообще системы. Технически, с установкой, вообще полностью вот это программное обслуживание. С самим очень сложно разобраться, поэтому все время нужно обращаться к специалистам, которые еще не всегда могут тебе вовремя все это сделать, помочь. А кировские предприниматели готовы к реформе? Лена, ты знаешь, как минимум один готов, но не будем называть имен. Все мы понимаем, о ком речь. Но чтобы ты понимала, только на закупку одного оборудования завод потратил около 8 миллионов рублей. И вообще представитель завода не видит в маркировке никакого смысла. Зачем маркировать воду, задается вопросом Владимир Маматов. Никто не будет ее подделывать. Это глупо. Второй момент. Электронная система, контролирующая передвижение товаров в России, уже существует. Она называется «эгоист». И смысла в том, чтобы делать еще вдобавок вот это, технически нет. Но, видимо, кому-то как-то это интересно. И вот они лоббируют активно. И это удается им. Ты знаешь, Лена, в продолжении я, готовясь к материалу, пообщалась еще с представителями крупных торговых сетей. Так вот, они более оптимистично смотрят в будущее. По их данных, 95% товаров уже выпускаются с QR-кодом. Давай послушаем мнение эксперта. Но это еще не все хорошие новости. Не вся вода попадает, в принципе, под запрет. То есть, с 1 ноября вода без QR-кода какая может продаваться? Минеральная вода, которая была изготовлена до 1 декабря прошлого года. Обычная питьевая вода, которая была изготовлена до 1 марта этого года. Плюс под запрет не попадает вся детская вода. А если, к примеру, после 1 ноября производитель все-таки не сделал эту маргировку или какой-то киоск так продает, то что будет? Ну что будет? Ничего хорошего. Будет штраф. И возвращаясь к Союзу напитков России, представители этой организации обратились к правительству с просьбой все-таки сдвинуть сроки. Но пока им ни да, ни нет, не ответили. Спасибо большое, Ульяна. Главное, чтобы не стали запасать, как гречку. А мы продолжаем.